Хвала Аллаху Субханахуа Та'аля, Господу миров, милостивому, милосердному Царю Судного Дня. Кого же Всевышний Аллах Субханахуа Та'аля поведет прямым путем, то никто не сможет сбить его с прямого пути. Кого же Всевышний Аллах ведет в заблуждение, то не найдете ему наставителя. Мире благословения последнему пророку и посланнику Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям и всем тем, кто последовали за ним до Судного Дня. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха Субханахуа Та'аля должным образом и не умирайте иначе как мусульманами. О те, которые уверовали. Всевышний Аллах Субханахуа Та'аля заложил изменчивость в сердце человека, изменчивость и перемены в его жизни, а также изменчивость и перемены в его имании и в его вере. Посланник Аллаха Саллаллаху алейхи вассалям для того, чтобы верующий преодолевал эти перемены, эти трудности, эти изменения, должным образом посланник Аллаха Саллаллаху алейхи вассалям заложил некий свод законов, которые, если мусульманин, он их поймет, он их осознает, то он приобретет благо в обоих мирах. И самое главное, он сможет приблизиться к Аллаху Субханахуа Та'аля как можно ближе. И человек сможет сохранить свой иман, сохранить свою веру и преодолеть трудности этого мира очень просто. Посланник Аллаха Саллаллаху алейхи вассалям в одном из хадисов, обучая юношу, мальчика, одного из своих сподвижников, Абул Аббаса, Абдуллаху альбаса, он ему сказал, когда Абдуллаху альбас был еще совсем юным, он ему сказал, Пуститul, разум на упаковке. Посланник Аллаха эти простые слова, он сказал одного из своих сподвижников, еще будучи юным мальчиком, он сказал, я научу тебя четырем вещам. Четырем правилам, четырем словам. Береги Аллаха и Аллах сохранит тебя. Береги Аллаха и всегда встретишь Аллаха перед собой. Эти слова величайшие. Посланник Аллаха, обучая сподвижников и обучая этому нас, он говорит, соблюдай законы Аллаха, предписания Всевышнего Аллаха. Знай границы, которые Аллах установил для тебя. Не переходи границы дозволенного. И выполняй предписанные Аллахом, Субханаху Ата'аля, тебе. Результат этого всего, результат сохранения законов Аллаха, выполнения повиновения Всевышнему Аллаху, результат этого всего, ты встретишь Аллаха перед собой. Означает, когда ты будешь нуждаться в Аллахе, ты всегда увидишь поддержку Аллаха. Ты всегда ощутишь защиту Аллаха. Ты всегда ощутишь заботу Аллаха, Субханаху Ата'аля. И если ты спрашиваешь, то проси только Аллаха. И если ты нуждаешься в помощи, проси помощи только у Аллаха. Таким образом, посланник Аллаха, Субханаху Ата'аля, хочет нам показать, кто для нас должен быть Аллахом, каковы законы Аллаха для нас должны быть. Совершение пятикратной молитвы. Пост месяц Рамадан, выплата заката. Это одни из пяти столпов ислама. Но соблюдение их для многих людей является трудным и сложным, и непосильным. Но соблюдая, зная эти законы Всевышнего Аллаха, человек всегда ощутит поддержку Аллаха. Плюс Аллах, Субханаху Ата'аля, посланник Аллаха, обучая сподвижника своего юного, и прививая это нам, прививать нас, если мы нуждаемся в чем-то, и мы желаем попросить, мы должны просить лишь у Аллаха. Сюда не относятся вопросы бытовые, в том, в чем может помочь человек. Сюда относятся вопросы, которые способны помочь лишь Аллах, Субханаху Ата'аля. И если ты нуждаешься в поддержке, в защите, в помощи, проси у Аллаха. Аллах, Субханаху Ата'аля, любит, когда верующий приближается к Аллаху посредством дуа, посредством мольбы. И поэтому Аллах говорит, Если тебя у Мухаммад спросят мои рабы обо мне, если они будут искать меня, то скажи, я близок, и отвечай на мольбу просящего. Аллах, Субханаху Ата'аля, желает, чтобы ты просил только лишь у Него. И если нуждался в помощи, просил лишь у Него. Обратите внимание, наша жизнь построена таким образом, что мы постоянно нуждаемся и постоянно ищем помощи и поддержки. Так кто же, кроме как Аллаха, или в ком же мы нуждаемся, либо можем быть нуждаться, кроме как в Аллахе, Субханаху Ата'аля. Поразмышляйте об этих словах. И вы увидите свою жизнь, она крутится вся вокруг этого всего. И порой мы ищем выход, а он близок, рядом с нами, а мы его не способны найти, только потому, что мы отдалились от Аллаха. Просите у Аллаха прощения о том прощающем милосердии. Альхамду лиллэхи, Раббил ааламин, ассалату ассаламу аля ашрафи ланбия и ольмурсалин, Набина, Мухаммаду аля алихи и ва сахбихи ажмаин ва баад. Человек так часто его в жизни теребит то, что он не способен найти выход из положения, либо он часто ищет выход из положения там, где его нет. и он разочаровывается, разочаровывается в Аллахе, разочаровывается в людях, разочаровывается в религии и тому подобное. Но проблема в том, что человек построил с Аллахом, субханаху ата'аля, неправильную связь. Он не понимает, кто он Аллах и каково взаимоотношение человека с Аллахом должно быть. Одним из шести столпов имана является вера в предопределение. Если человек должным образом не понимает, что такое вера в предопределение, вера в судьбу, то он плохо поймет и найдет решение в своих проблем, в своей жизни. Посланник Аллаха салаллаху алейхи салям говорит, знай, даже если вся умма соберется, то есть толпы людей соберутся для того, чтобы помочь тебе, защитить тебя, и ты полностью будешь надеяться на их помощь, поддержку, защиту, знай, что они не смогут тебе принести пользы, кроме того, что Аллах предписал для тебя. И так же наоборот. Если они захотят навредить тебе, то знай, что они не смогут навредить тебе, кроме того, что Аллах предписал тебе. Перо поднято. И свитки высохли. Это означает, что Аллах субханаху ата'аля уже все предписал в нашей жизни, что нас постигнет из добра и что нас постигнет из зла. А надеяться на людей в том, что они тебе помогут, в том, что они тебя защитят, забыв в то время об Аллахе, это путь в никуда. И поэтому верующие, когда его постигает трудность или нужда, больше защиты, больше того, чтобы защитить от вреда, способен лишь Аллах. И поэтому человек должен максимально часто взывать к Аллаху и обращаться с мольбой. Наша проблема в том, что когда нас постигают трудности, мы всегда пытаемся решить их сами. Мы обращаемся за помощью к людям. И когда мы видим, что никто не способен нам помочь, мы вспоминаем об Аллахе. Мы встаем в треть ночи, мы в намазах поднимаем руки и говорим, «О Аллах, помоги! О Аллах, защити! О Аллах, видишь ли ты в какой я ситуации?» И поэтому первое посланник Аллаха саллаллаху ассаллина в этом хадисе научил мальчика. Это то, чему должен отец научить своего ребенка, мать своего ребенка с детства. Понимание связи с Аллахом и понимание вопросов кадра, вопросов предопределения. Чтобы ребенок с детства понимал, если он нуждается, то он тут же должен бежать к Аллаху. Он ищет защиту, искать ее у Аллаха. Но если даже у него что-то не происходит в жизни так, как он хотел бы, то он должен знать, что Аллах это для него решил, и ведь в этом для него есть благо. Принять это как норма, как должное, и принять его как предопределение Аллаха. Люди, достигшие богатства, влияния, силы, они заканчивают свою жизнь самоубийством только потому, что их жизнь протекала не так, как они этого желали. Другие же заканчивали жизнь своим самоубийством, потому что ощущали трудности в жизни и не смогли с этим справиться. Но посланник Аллаха в этом хадисе дает нам понять, что наша вся жизнь это не сад. Вся жизнь это тернистый путь. Посмотрите на улицу, погода, день солнца, день дождь, день тепло, день мороз. Это сунна Аллаха на земле. У нас каждый день не может быть одинаковым. И он никогда не будет одинаковым. Если ты сегодня радуешься, знай, что завтра твое настроение будет испорчено. Ты будешь огорчаться. Но что заставит тебя или что даст тебе это преодолеть, как подобает мусульманину со спокойным сердцем. Это только иман. Это только понимание твоей связи с Аллахом и понимание того, что Аллах для тебя это решил. Он для тебя это выбрал не потому, что Он хочет навредить тебе, а потому, что в этом для тебя благо. Аллах говорит, возможно, что-то вы полюбите, но для вас в этом нет блага. Возможно, что-то вы возненавидите, но для вас в этом благо. Аллах знает, а вы не знаете. И поэтому оставьте свое решение ваших проблем тому, кто записал вашу судьбу. Ведь Аллах, субханаху ва та'ала, первое, что создал, одно из первых, это перо. И сказала ему, пиши. Она спросила у Аллаха, что писать? Что же записывать? Он сказал, записывай все от начала до конца. И поэтому перо уже поднято. И свитки, на котором записана наша судьба, они уже высохли. Их уже не изменить. Но изменить человек может только посредством частой молитвы, частого дуа и частого приближения к Аллаху. Счастье наше в этом мире и в будущем зависит от нашей связи с Аллахом. Насколько она чистая связь. Насколько человек искренне взывает лишь к Аллаху, и все свои деяния делать лишь ради Аллаха. От этого зависит спокойствие от твоей души и твое счастье в обоих мирах. Я прошу Аллаха, чтобы Он сохранил нас, наши деяния. Я прошу Аллаха простить нам наши грехи явные и тайные. Я прошу Аллаха, научить нас Курану и Сунне и дать нам правильного понимания. Курану и Сунне 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 Курану и Сунне